Данные с избирательных участков продолжают поступать в Центр избирком. Напомню, в Казахстане идет подсчет голосов. На связи со студией мой коллега Андрей Дзиминок, который... Добрый вечер, Андрей. Какая информация к этому часу? Добрый вечер, Сергей. Согласно данным из Центра избиркома на 20.00, которую ты озвучил, разреши мне повториться немного. Итак, на 20.00 явка избирателей составила 77%. Напомню, что на 18.00 она составляла 73%. Но стоит отметить, что эта цифра еще может измениться, скорее всего, и уже точно она изменится, потому что к этому времени на западе страны голосование еще продолжалось. Итак, согласно данным на 20.00, самые высокие показатели по активности избирателей, зарегистрированы в Алматинской области, это 89%, а также в Актюбинской и в Акмолинской областях 84% и 83%. Самая низкая явка зафиксирована в трех мегаполисах и Западно-Казахстанской области. В столице Валматы она составила 52%, в Шемкенте 67%, а в столице 68% и в Западно-Казахстанской области 66%. Также хотел бы еще остановиться о нарушениях. Информация по ним также появилась. По данным на 20.00 количество нарушений было 19. Все они связаны либо с незаконным бросом бюллетеней, либо по незаконной агитации. Сейчас все незаконные бюллетени уже аннулированы. К нарушителям применено административное наказание в размере 25 МРП. В целом, как отмечают в Генеральной прокуратуре, грубых нарушений сегодня на избирательных участках зафиксировано не было. Сейчас мы ожидаем окончательных итогов по факту того, что уже все избирательные участки на данный момент закрыты. У меня пока на этом все. Сергей, передаю вам слово. Спасибо, Андрей. Мы ждем от вас новых данных уже в следующем выпуске. Андрей Деменок продолжает свою работу в Центральной избирательной комиссии, где сейчас идет подсчет голосов. Субтитры сделал DimaTorzok